Благодаря которому тоже изменилась и моя судьба. Потому что вот этот проект, это, пожалуй, самый любимый проект за все мои 26 лет. Это правда. Я все проекты любил, но вот это вот меня захватывает прям вот до глубины души. Человек, который живет на крыле. Ну, понимаете, образное выражение, то есть постоянно. То он в Индонезии, то он из Жакарда, в Жакарде. Оттуда ролики делают. То он из Дели делает выставки, то он в Словении, то он еще где-то там. Боже мой, живет напротив меня, да, вот через улицу. Ну, он в Челябинске практически не бывает. Ну, редко бывает, по крайней мере. Мне так повезет, если я позвоню, и вдруг он здесь, в городе. Я говорю, алеш, ты в городе? Он говорит, да, тебе повезло. Так вот, я вам представляю, вам спикера, я вам представляю одного из директоров Skyway. Я вам представляю, вот Якова, человека команды, которая и пробивает в самых разных уголках мира для нас с вами. Так, чтобы этот проект состоялся на самом деле. И человек, который, по инициативе которого создается наш Skyway'евский, наша Skyway'евская криптовалюта. Итак, на сцену выходит Алексей Сухадоев! АПЛОДИСМЕНТЫ Благодарю, Николай. Не удивляйтесь, что с GoPro. Это достаточно мощный инструмент, это называется информационное поле. Я думаю, что Сергей и коллеги еще неоднократно вам дадут не один тренинг. Как вообще работать с Инстаграмом, как работать в ВКонтакте правильно. То есть вот для этого сейчас это снимается. Кто умеет вообще пользоваться GoPro? Есть такие? Буду очень признателен, если вы сделаете парочку кадров с моего выступления. А может кто-то знает, что такое блокчейн, еще и кодеры есть у нас? Есть такие? Ну, друзья, на самом деле про SkyWay я не буду сейчас рассказывать очень много, потому что неспроста мы включили вот эти ролики, которые видели позади выступающих спикеров, которые рассказывали про свои истории в проекте SkyWay. Таких историй действительно очень много. Количество регистраций в проекте уже давно переваливало за миллион людей по всему миру. Даже есть такой нюанс, что вообще стран участвуют в проекте SkyWay больше, чем стран БООН. То есть такой факт, он имеет действительно как бы место в истории SkyWay. И можно говорить сейчас про технические составляющие. Можно говорить про сопромат, теоретическую механику. Можно вспоминать, как все начиналось еще в 2014 году, когда мы могли показать только даже не визуализацию, а то, как на госсовете в 2009 году Медведев представлял губернатор Морозов, губернатор Харстанярского края, этот проект. И тогда был ответ, что да, финансирование если найдете, то хорошо, будем делать. И как говорится, у Анатолия Эдуардовича возникла идея, каким образом действительно организовать не народное, а интернациональное, мировое финансирование этого суперглобального масштабного экологичного проекта. И в принципе, Анатолий Эдуардович это изобретатель не только инженерной технологии, не только самой именно технологии SkyWay и всех ноу-хау, которые включают эту технологию, но и создатель краудинвестинга. Возможно, он не первого в мире, но одного из самых широкомасштабных вообще явлений, наверное, в человечестве. И сегодня, чтобы понять, на каком этапе находится наш проект SkyWay, достаточно посмотреть вот эти видео, и все станет понятно. Сейчас мы подходим уже к завершению сертификации на территории Белоруссии, и, соответственно, это будет также работать для России. Параллельно ведется сертификация для стран Азии. В декабре, что 7 декабря, пройдет выставка «Транспорт России» в Москве. Было такое мнение, что зачем участвовали в этой выставке, участвовали в прошлом, особого резонанса не было. Но там будут определенные люди с высших властей нашего государства, чтобы участвовать нужно. И прямо на входе будет стоять трехсекционный Юникар. Это самая, на сегодняшний день, перспективная, действительно, модель подвижного состава, которая есть сейчас в SkyWay. Но я буду говорить не о технологии сегодня. Я буду говорить о том, о чем сегодня смогу показать только презентации. Я даже не смогу включить вам презентацию с названием компании. Именно вот блокчейн-платформа, которую мы делаем для SkyWay. И SkyWay без блокчейн, фишка в том, что проживет, будет радствовать, и действительно, как бы все будет супер. А вот эта платформа без SkyWay, она невозможна. И, пожалуйста, если можно, можно презентацию включить, и я уже буду проходиться по слайдам. Идея возникла буквально два года назад, то есть просто как идея. Это была внутренняя расчетная единица, которую мы применили еще как название Юнит, в одном из входов, в котором также мы с Сергеем Анатольевичем являлись руководителями. Но там дальше как бы не пошло, потому что время еще абсолютно не пришло. Но я могу сказать, что я криптоэнтузиаст на таком как бы начальном уровне, и в 2008 году я не инвестировал в биткоин, иначе там в Ламборджине где-нибудь припаркованной была бы сейчас, или на самолете сюда прилетел бы. А скорее всего не прилетел бы, потому что вообще не принял бы во внимание проект SkyWay, я подумал бы, нет, я лучше куплю там много акций Apple, например, или много акций Google, либо Alibaba. То есть понимания не было бы на начальной стадии. И в этом действительно ценность, то что люди, которые занимались сетевым каким-то бизнесом, традиционным бизнесом, они в числе первых пришли действительно в этот проект и просто поверили. И сейчас вот в то направление, которое мы делаем, многие люди, ну элементарно, начинают верить. На самом деле без разницы поверите вы или нет. Не в этом состоит моя задача. Моя задача просто проинформировать, что мы это делаем. Эту презентацию мы представляем второй раз в городе Екатеринбург. Вчера, как вы прекрасно знаете, у нас был День Народного Единства. Всех с прошедшим праздником. Это действительно супер праздник. И он очень солидарен со слоганом нашей блокчейн-платформы. Мы должны объединиться. We must unite. Этот слоган выбран неспроста абсолютно. Для начала я хотел бы... Так, как тут представится? Сбоку-справу. Для начала я хотел бы немножко вот эту футурологию, потому что чуть-чуть мы футурологами, Сергеем Анатольевичем, немножко являемся, но самый главный футуролог, который вообще объяснил, а что такое блокчейн, и в чем заключается механизм консенсуса, то есть подтверждение транзакций, в принципе, которые являются основой всей криптографии, всей криптоэкономики. Анатолий Эдуардович еще в 89-м году в документе валютно-финансовый аспект, это такое, знаете, название, как будто документ под грифом «Совершенно секретно». Он рассказал всему миру, каким образом будут вообще функционировать ничейные деньги, он тогда это так назвал. То есть новые цифровые деньги в 89-м году. Биткоин появился, соответственно, в 2008-м году. Ну тогда просто... Не говори тогда. Да, я буду говорить следующий слайд. И, соответственно, это действительно тот футуролог, который предвидит будущее на много десятков лет вперед. Я скажу личную цель участия в проекте. Я хочу действительно посмотреть на наш земной шарик с ОТС. Уже не со старившимся, уже так же в рассвете, молодым и так далее. Но посмотреть и зная, что это решение действительно найдено, и что промышленность уже может быть с того момента постепенно начата именно к выводу в ближний космос. Это высота примерно 400-450 километров. Но есть определенные сложности, но в первую очередь это финансирование, этот проект стоит полтора триллиона долларов. И, соответственно, мы должны быть всегда на острие технологического прогресса. Что есть технологический прогресс? Что есть футурология? Раймонд Курсвелл, технический директор Google, он также является футурологом. И он задает многие тренды. Посмотрите, почитайте. Очень интересная книжка именно про сингулярность. То есть он говорит, что весь технологический прогресс в конце сольется в одной точке и буквально не месяц пройдет, а там в считанные недели будут появляться новые изобретения. То есть в такое время сегодня мы живем. Посмотрите, как развились действительно криптовалюты. Сейчас это тысячи наименований криптовалют. Это не только биткоин. Мать и отец всего и вся в криптоэкономике. С этим поспорить абсолютно невозможно, друзья. И никто и не собирается спорить. Но стоит учитывать, что сейчас происходит в мире. И это мир интернет вещей. То, о чем говорят современные научные деятели, исследователи, футурологи. Но то, что существует ли на самом деле. Вот сейчас многие из вас в кармане держат, либо в боковом кармане, наши смартфоны. Кто-то держит кнопочный телефон. Вот у кого смартфоны, это в принципе умный девайс. То есть это умное устройство. Благодарю. И соответственно, в чем так же заключался бы мир интернет вещей, как его позиционируют. У меня не работают у Каска. Я люблю очень аналогии, которые произошли вот прямо сейчас, сию минуту в тот же день. Я бы достал мобильник, просто послал сигнал, у Каски с меня бы снялась транзакция, немножко бы заплатил свой крипто кошелька, и все, у Каска работало бы, что-то произошло. То есть мой девайс превзаимодействовал бы с указкой, которая лежит вот там вот, на столе. Это элемент мира интернет вещей. Я люблю очень примеры. Я в Сингапуре, я был, я вживую увидел, что такое роботизация, и действительно, вот, насколько мир сегодня развивается каждый день, каждую секунду. Была какая ситуация интересная очень. Я забыл адаптер, и позвонил на ресепшн, говорю, мне нужен адаптер, потому что не подходит к розетке. Говорят, хорошо, мне спуститься. Мне спускаться не надо, вам приедет робот. Я говорю, как робот? Ну так робот, и все положили трубку, как будто, не означая вообще, так и должно быть. Я думаю, ну хорошо, ждем робота. Прошло две минуты, звонит телефон, я беру трубку, думаю, там хотя бы мне по-английски скажут. А знаете, вот помните, кто с 90-х, модельное соединение. Так, бля-бля-бля-бля-бля, там что-то. Открывает дверь, стоит робот. Открывается такая окошечко, и там адаптер, надпись. Возьмите ваш адаптер. Я нужен еще? Выбираешь. Нет, да. Я говорю, нет, не нужен. Еще что-то нужно? Нет, не нужно. И все, уехал. Более того, через день я еще увидел, что он заряжается на первом этаже. То есть он как-то подсоединяется к лифту, нажимает, там соединяется, приезжает на нужный этаж. Но это еще не все. То есть судьба еще кое-что мне заготовила, для того, чтобы я осознал некоторые вещи. На завтрак я очень люблю глазунью и яичницу. И я спросил в ресторане, что вот, пожалуйста, глазунью хочу. Да, конечно, вот приготовил. На следующий день тоже хочу глазунью. Нельзя пройдите к роботу. Я говорю, опять робот, что ли? Прошел к роботу, и действительно робот мне готовит яичницу. То есть прямо берет, разбивает. Причем, ну, чуть-чуть подгорело, конечно. Но на следующий день говорят, что там что-то исправили, уже не подгорало. А через день он научился готовить омлет. То есть это к тому, что, в принципе, сейчас мы подходим к всеобщей роботизации. Но что есть мир интернет-вещей? Вот аналогия, это именно introduction. Обязательно используйте эту аналогию, потому что она железобетонная. Представьте, я сижу в своем кабинете, либо в комнате, работаю за компьютером, рисую, читаю все, что угодно. Мне лень идти на кухню, а лень порождает прогресс, как говорится, заварить чаю. Либо кто-то кофеман, либо взять баночку кваса, либо кока-кола, кто что желает. То есть удовлетворить свою ежедневную потребность. Соответственно, в мире интернет-вещей, если бы он существовал, я бы задал в мобильном телефоне, меня сняли бы за транзакцию, соответственно, умный водопровод подал бы воду в чайник, чайник ее отфильтровал бы, либо чуть-чуть охладил, либо чуть-чуть подогрел, и потом подлетел бы дрон, либо подошел бы робот, взял бы чайник, налил бы в кофеварку. А еще я мечтаю, думаю, вот эти времена настанут, потому что дроны уже есть, которые селфи делают, я недавно на днях прочитал, чтобы дрон этот полезный от своей загруженности времени немножко протирал пыль на пот. Он же, знаете, просто песик протирает. И действительно, как бы это была бы идиллия, технологическая идиллия. Существует ли это сейчас? Вот это позиционировали, что это будет в 2025 году, в 2030 году, но невозможно к этому прийти. Почему? Я объясню очень просто. Вы вспомните, как зарождался интернет? В принципе, то есть это была закрытая разработка агентства стратегических инициатив ДАРПа, которая как военный эффект фактически разрабатывалась. И действительно, это была закрытая сеть. Помните, как развивался Facebook? Facebook развивался внутри одного университета, потом распространился на весь мир. Сейчас даже индийский мальчик, не имея определенное количество денег, но имея смартфон и доступ в интернет, может пользоваться социальной сетью и, соответственно, интернет. Интернет объединил все устройства, все приложения, которые были сделаны. Интернет сформировал бум интернет.com, знаете, сайты такие, точка.com. А вот как бы Сергей вещал про финансовый кризис, а у нас был бум интернет.com и лопание этого пузыря непосредственно в США. Илон Маск на этом хорошо поднялся. То есть он продал компанию, которую первую сделал, это оцифровка желтой прессы, потом сделал платежную систему, ее продал, потом купил McLaren, врезался на McLaren, ну, каждый должен купить крутую тачку, которую если становишься миллионером. Это такой стереотип. Причем многие об этом говорят. И на самом деле, в нашем случае, лучше не тачку покупать, лучше юнибайк в будущем приобрести, подождать чуть-чуть, потому что этот мир настанет очень-очень скоро. Мы говорим о понятии мобильности. То есть что такое мобильность 1.0? Когда первопытные люди, либо обычный человек просто ходил пешком. Соответственно, размер городов был одного типа. Потом появилось колесо, мы сделали, соответственно, телегу, присоединили лошадь. Размер городов стал еще больше. Потом появился бензиновый, паровой двигатель, появились автомобили, двигатель внутреннего сгорания. Размеры городов стали еще больше. Сейчас говорят о том, что будут беспилотные автомобили, которые будут между собой общаться, синхронизироваться. И наступит новая эра, не нужны будут водители. Но, тем не менее, есть такой факт, что сначала научили искусственный интеллект парковаться, как робот, потом подумали, блин, не работает. Он должен научиться, как человек, парковаться, иначе аварии, как бы будут. То есть вот этот факт имеет место быть. Сейчас переучивают, затрачивают действительно миллиардные состояния корпорации для того, чтобы переучить действовать, как человек. А не проще ли двигаться детерминированно, как сегодня путевая структура SkyWay подразумевается к протяжению по всему миру, в любую точку земного шара. И к чему мы подходим? Сейчас мы находимся именно на стыке зарождения новой эпохи, эпохи Transnet. Это иная транспортная, энергетическая, коммуникационная, социальная и даже финансовая сеть. И даже сервисная сеть, сегодня я это покажу. Соответственно, эта технология действительно сейчас уже начинает входить в жизнь. Министры, президенты ее поддерживают. Если пока что не в Российской Федерации, то в странах Южной Азии ее уже поддерживают. И что-то должно еще дополнить эту реальность, которая уже существует. Мы не можем не замечать тот факт, что сейчас развивается крипто направление, блокчейн. И поэтому очень классно произошло, что мы не стали продолжать, допустим, понятие юнитом и так далее. не стали ни в коем случае привязывать наш будущий токен к акциям. Вы знаете, СЭК и другие финансовые регуляторы, они не дремлют. Потому что серьезные стартапы, которые привлекли буквально сотни миллионов долларов, как только их приравняли именно токены к ценным бумагам, сразу завели расследование. То есть, это было возможно раньше, когда это было абсолютно нерегулировано. но сейчас даже регуляторы заходят на эту область, на эту почву. Поэтому, несмотря на то, что криптоэнтузиасты и так далее, они, возможно, будут как-то думать о Skyway, и так далее. Это же MLM, пирамида, хайп какой-то. И они еще и блокчейн собираются сделать. То есть, такая реакция была, когда я в апреле приехал на конференцию, начал рассказывать, рисовать на салфетках, а когда меня что-то прет, как бы прет. И люди это видят. И говорят, это вы сумасшедшие. Вы что, собираетесь действительно сделать? Я говорю, ну да. Так это невозможно, вы не соберете даже разработчиков. Помните, история повторялась, то есть, юницкому говорили, что не соберет конструкторов. Нам всегда говорят, что это невозможно. Но именно вот это невозможность, ожидание, потенциальное невозможность толкает нас вперед. И действительно, мы можем сказать, что мобильность 5.0 это как раз таки струнный транспорт Юницкого. И мы даже сейчас можем говорить о мобильности 5+. О которой не говорит ни один футуролог в мире. Потому что он не имеет понятия, на основе чего будет строиться вообще новый технологический уклад, 6-й технологический уклад. Да, это будет генная инженерия, это будут сваловые клетки. Медицина, я всегда за. Если бы продлили жизнь и сделали бы именно какие-то волшебные пилюльки, она на роботах, в хроменосных сосудах тоже. Я люблю роботов. То есть, моя стресс такая небольшая. Будет хорошо. Но подвижные составы, транспорт и инфраструктура должны быть роботизированы. Они уже роботизированы. То есть, это фактически умные андроиды. юни-боты, которые уже созданы в SkyWay. И это действительно как бы обладающим машинным зрением, интеллектом. Даже юни-байн, когда будет один выезжать со станции, там что-то, допустим, на путевой структуре, он заметит это, передаст по сети другому, который будет выезжать, тот уже будет знать. То есть, это фактически воплощение нейронной сети. И вот с технологией блокчейн SkyWay это действительно мобильность 5.0. Мы подходим к понятию, что такое Transnet Space. Что такое Transnet, понятно, существует уже. Если кто-то мне скажет, что Transnet не существует, это то же самое сказать, что интернет не существует, когда DARPA уже сделала это мультвиль, как военную разработку. Transnet уже существует на Экотехнопарке, и с этим никто никогда уже не может поспорить. Но действительно хочется соединить воедино, и поэтому слоган We must unite. Мы должны объединиться. Объединиться не только предприниматели, объединиться не только те люди, которые поддерживают, не поддерживают какие-то финансовые системы, экономические системы, имеют какие-то стимулы. Объединиться все инженеры, ученые, все абсолютно со всего мира для того, чтобы реализовать действительно идею одного инженера, и которая нам действительно созвучно всем, это решает экологические задачи, мы подходим в Transnet Space. То есть это оцифрованное пространство струнных технологий Анатолия Эдуардовича Леницкого. И более того, мы при запуске платформы запустим такой вот блиц-запрос интересный. Вчера тоже буквально фонтанно так произошло, в ресторанчике общались, и люди стали говорить, а зачем вообще Skyway блокчейн, и зачем блокчейн Skyway. И совершенно разные истории, и это будет очень интересно. Мы запустим обязательно баунти-компанию, люди на разных языках со всего земного шара будут говорить свое мнение, кто действительно заинтересовался этой идеей. Что такое оцифрованное пространство? Вот вы видели путевую структуру, станцию, подвижной состав. Представьте, что это объекты, это живые объекты, наделенные разумом, интеллектом, которые являются в некотором смысле роботами, и они взаимодействуют с друг другом. этого и мало. Когда формируется проект, вы все понимаете, все предприниматели, очень серьезные люди здесь собрались, что есть бизнес-план, есть показатели бизнес-плана. Так вот, мы закладываем на основе нашей блокчейн-платформы, что мы будем оцифровывать показатели бизнес-плана. Этого на сегодняшний день не делает никто. То есть, да, токенизируются вещи, да, появляются смарт-контракты, но должно появиться единое поле, подкрепленная, желательно, действительно, реальная технология, которая может создать единую сеть. Такая технология есть, это проект Skyway, который формирует Transnet. Соответственно, мы оцифровываем бизнес-план, есть управляющая компания, традиционная, то есть, это какие-то договоренности между чиновниками, возьмем Челябинск-Кетеринбург, либо Аркадий Бирюков, тоже наш активист, давно пробивает пригороде Екатеринбурга, я прощутил ваши пробки на себе, это нечто. Я очень поздравляю, что вы живете в Екатеринбурге и немножко рад, даже, что я живу в Челябинске. Хотя у нас тоже есть такие штуки, как ГОК. Это боль, наверное, многих российских городов, что нужно решать какие-то проблемы, но они сейчас не решаются. И возьмем проект. Сейчас есть модель краудинвестинга. Мы же оцифровываем показатели и управляющая компания, которая будет являться оператором адресного проекта, должна получить какие-то средства на реализацию этого проекта. И та технология, которую мы реализуем на блокчейн, она имеет как бы под собой модели, которые вот рисовали ребята, я не люблю произносить это слово на три буквы, потому что это очень серьезно, ребята. На F начинается, вот рисовать здесь, помните, да? и вот как раз вот этих ребят, графен, та технология блокчейн, которую мы используем как именно основу технологическую, и в этом очень созвучно то, что было сделано с Кайвэй, используются существующие материалы, используются существующие законы физики, то есть то, что было, используется по-новой. Также и мы совершили форк битшерс, то есть это та технология, которая до 100 тысяч транзакций в секунду сейчас позволяет совершать. и, соответственно, мы ее применяем уже в своем целевом блокчейне. Если бы мы хотели сгенерировать, допустим, EF-C20 токен на основе какой-то из технологий, ну, к примеру, Виталий Кобутерин, мы давно это уже сделали, но мы не хотим выходить с простым продуктом, который, ну, нужен только по одному применению. Мы действительно хотим в одном поле объединить очень много направлений, потому что сеть Транснет это очень серьезная штука, и, ну, вот мне понравился интересный фильм «Гиашторм». Кто смотрел? Вот, ну, примерно там как бы показано, что такое будет, ну, так вот, немножечко вот с. И для того, чтобы к этому прийти, нужно создать действительно единую сеть. Так вот, представьте, что подвижные составы станции, они между собой будут общаться. то есть они будут наделены неким ресурсом. Ресурс равно их стоимость, стоимость реализации. И вот почему я говорил про вот этих ребят на три буквы. Вначале, перед тем, как реализовывать адресный проект, как сейчас происходит, печатный станок, печатные деньги их выдают под проценты еще. Нюанс под проценты. В нашем случае, так как технология блокчейн это распределенная цепочка блоков, включая из себя информацию, это не я придумал, это Википедия, гласит, и каждый может это прочитать, это общепризнанная информация. И наш блокчейн также не будет исключения, нужно будет майнить. Но майнить не за электричество, как биткоины. Сейчас огромнейшая сложность майнить биткоин, да и эфир тоже, и безантиум тоже не особо помог, не повысил его курс. То есть что-то с этой технологией нужно еще поработать. И фишка в том, что мы майнить тоже будем, у нас будет вознаграждение майнерам за блок, но это будет несколько другой майнинг, который не будет требовать затрат электричества. И вот будут намайнины некоторые средства, которые будут равны базовому активу, токену базового актива. Ну, представьте, это какая-то пятная валюта, рубль, к примеру. Это не существующий пока, не существующий токен, не существующий актив. И под залог этого актива выпускаются токены адресного проекта. это не акции. Это, знаете, как протокольный токен. Это будет совмещать себе токен, жетон, и так далее. То есть, можно оплатить за проезд. И даже вот, если, ну, кэша нет, на криптокошельке и хочешь там через турбиток перепрыгнул, все такое там, паркуршик, бежишь, и у тебя перед носом будет закрываться дверь подвижного состава. Потому что система знает, что у тебя нет денег на проезд. То есть, система это будет знать. И, соответственно, вот этим базовым активом уже будет наполняться адресный проект, но только когда без всяких процентов. И зачем будут майнить люди для того, чтобы показать, что они являются вот действительно делегатами, представителями вот этой системы. И они действительно хотят реализовывать адресный проект. Соответственно, для того, чтобы это стало реальными деньгами, должны поступить инвестиции. Реальные инвестиции. Только при этом начнет происходить наполнение именно вот такого портфельчика, оператора адресного проекта, который является управляющей компанией. У нас еще будет квалификационный токен. То есть, не будет таких вообще вот нюансов, когда кто-то выполнил не он на очень хорошем уровне свою услугу, получил кэш и исповелся, к примеру, был главой, рога и копыты. Например. Сплошь и рядом, причем даже в тендерах. У нас так не пройдет, потому что будет выделяться квалификационного токена изначально. Если человек не выполнил свою работу, то будет автоматически генерироваться рынок конкуренции. То есть, поставщик нужной услуги, он найдется сам лучший, и он прибудет в систему. Более того, кто-то выполнил не очень хорошо услугу, он может перепродать этот квалификационный токен на нашей внутренней бирже. Dex, это не совсем биржа, это именно площадка обмена. И там, соответственно, даже чуть-чуть заработал. Но рождается именно рынок, именно те, кто желает начать работать, выполнять услугу. Представьте, вам строили бы за квалификационный токен. Да его построили бы не за пятилетку, или за сколько там его построили, за год бы построили, наверное. То есть, максимально возможно, как это вообще реализовать с помощью штуерских технологий. И далее, соответственно, подвижной состав, станция, путевая структура, элементарно, объекты, Transnet Space, они начинают между собой общаться, перекидываться этими токенами. Это будет экономика токена, это будет такой круговорот. Естественно, будет пассажир, который будет оплачивать за проезд. Все это нужно, чтобы проект вышел на эксплуатацию с прибылью. То есть, бизнес-план заложен на прибыль. Эти токены люди будут приобретать для тех, кто желает инвестировать в проект. Но это не доли, это не share, это токены. И после запуска адресного проекта токен будет расти. Но токен нельзя будет продать на внешней бирже. Его можно будет реализовать только на нашей внутренней бирже. Мы много раз говорили о внутренней бирже. И получить базовый актив, который также уже вырос. И базовый актив уже на внешних биржах, которых очень-очень много, на coinmarket.com можно посмотреть, можно реализовывать, продавать, покупать в ламборджине, в перрари, в долг и так далее. То есть это отдельный тренинг, как реализовать свою мечту. То есть вот действительно мечту можно будет реализовать. И те, кто считает, что возможно он опоздал с skyway, там и так далее, поздновато, дисконт там не очень хороший, вот ваша возможность, ходите, пожалуйста. Но я хотел бы отметить, что это венчур венчуре. И на сегодняшний день он делается лично, на средства, энтузиастов, число которых я хожу, и число которых ходит, тот человек, который проинвестировал, ну, неприлично такую сумму произносить, полтора миллиона долларов 20 лет назад. Это Дмитрий Владимирович Теревкин. И еще как бы группа людей, более того, после вчера мне назначили встречу, после презентации сразу снова в Hilton еду, потому что там переговоры, входа на раннее окно, еще до массового как бы размещения токена. Но я сказал, что от 100 тысяч долларов действительно так и есть, можно инвестировать. То есть это именно для крупных инвесторов. То есть это людям действительно интересно. И это не просто токен, это не просто смарт-контракт, это целая экономика, комплекса. Я не буду сейчас углубляться в очень такие технические подробности. Поверьте мне, хватит, когда вы прочитаете 70-страничную уже белую бумагу, которая станет белой бумагой, пока что это концерт. Очень скоро мы на общее обозрение две странички, убойные, мозгодробительные, выложим от наших айтишников, от меня, от Сергея Анатольевича, с приветом на сайте. Это такой боевой листок будет. Виктор Бабурин, когда его читал, он сказал, я вспомнил уроки информатики. Я как будто побывал на уроке информатики. И более того, мы сейчас уже интересны некоторым врагам, нет врагам, энтузиастам. И некоторые ребята, которые только закончили какие-то курсы информатики, они помогают нашим недоброжелателям, прошлым, недобросовестным партнерам. Например, команда Услова нас уже вообще, еще ничего не запустили, нас уже третий раз скамят. Третий раз запускают какой-то фейковый проект. Причем в третий раз даже вывели на биржу ее бит. Более того, кто-то этим Skyway Coin, мы специально назвали Skyway Coin, потому что, ну вот, именно поэтому здесь нет, потому что мы уже назвали. Базовые активы, не видите, как это называется. И я с удовольствием выступал уже не в пиджачке, а в футболочке с названием. Джинси как там и так далее, как криптосообщество полагается. Вот, ну, помнишь, до этого момента пока нет, пока нельзя. Соответственно, то, к чему мы приходим, это действительно новое цифровое пространство. И вы видите, то, что объединяется, то есть, пользователь, учет всех данных, учет всех транзакций, наши токены, которые в будущем станут не только учетом всех транзакций, не только финансированием адресных проектов, повторяясь, ни доли, ни акции, а именно другая составляющая, другая функция токена. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы никто, никто нам не смог сказать, что ребята, вы продали акции, мы вас ждем там-то на допрос, например. А такие ситуации были. И те, действительно, революционные технологии, например, Tezos, очень интересная история, они срали летом более 200 миллионов долларов. Они откладывали размещение токена на 3 месяца, примерно 2 раза. И, соответственно, сейчас можете набрать 4-клок, Tezos, посмотреть, что происходит. Это одна из тех технологий, которые действительно очень мощные, и таких технологий я вижу несколько. Вторая, это та потенциальная, куда мы собираемся мигрировать, и там будет миллион транзакций в секунду. Многие спрашивают, зачем вам миллион? Вы бы там тысячу хотя бы сделали. Может быть, триллион или квадриллион транзакций? Я говорю, нет, триллион хватит, потому что, а представьте, вот адресный проект работает, подвижные составы между собой общаются, причем, подвижной состав едет по путевой структуре, он отдает ресурсные токены путевой структуре до выхода своей окупаемости, а станция в этот момент она рассчитывает, а сможет ли она принять эти подвижные составы. И это такой вот просто каждую секунду круговорот, потому что вообще задержка между подвижными составами Skyway максимально две секунды. Две секунды. То есть, друг за другом они могут идти. То, что сейчас реализуется, планируется в Индии, это миллион человек в час, не в сутки, в час. Ну, естественно, час пик Екатеринбурга и Челябинск. Нам к этому готовится и готовится. Хотя, наверное, когда-то придем. И то, что те преимущества, которые действительно вот эта платформа несет, они колоссальны. Поэтому сейчас уже люди интересуются, что вы там делаете. И даже вот чат организовали второго, на мой взгляд, очень перспективного проекта, который, кстати, не трогают, потому что они не сильно выделываются. Тезис-то вообще как бы они даже не стали на бирже выходить, они сразу, ну и сразу уткаем свой блокчей, мы не будем выходить на внешние биржи вообще. И такие очень амбициозные задачи, которые также противоречат несколько биткоин. Кто знает, кто создал биткоин, ребята говорили об этом, Сатоши тоже определенные нюансы. И все эти нюансы мы должны учесть. То есть, что мы объединяем действительно в одном пространстве? Это цифровка показателей бизнес-плана. Это токенизация всего пространства Transnet. И пространство Transnet берет за собой весь мир на интернет-чищение. Поверьте мне, на слово, через пять лет вы не будете пользоваться смартфоном. Ну, в России может и будете, потому что трамваи придумали одни, а в русских придумали, а построили его далеко не в России. То же самое Сикорский и так далее. Рафманинов проинвестировал в вертолетную технику. Ну, много очень примеров. То, что там радио изобрели, к сожалению, это появилось не у нас. Дай бог, что Skyway действительно как бы Россия принял. И это огромный триггер к выходу вообще из серьезных экономической ситуации, которые у нас сложились. И то, что автоматизация транзакций, это все уже заложено в блокчейн, это моментальные транзакции. Так как не одно электричество, токен будет доходить очень быстро. И нам это необходимо. В будущем, когда человек, допустим, любит пить чай, кто-то на Шри-Ланке выращивает, допустим, на чайных плантациях, имеет ферму. Вот этих людей мы сможем соединить на внутреннем дексе, на децентрализованной бирже, которая будет единым вы знаете, это Apple и Google Store. Но сейчас мне, чтобы заказать что-то, к примеру, с магазина, мне нужно через электронный магазин сначала заказать, потом мне нужно идти в пункт доставки, полный бред. Вот с точки зрения футурологии полный бред. Идти, мерь, и потом приходить. А я же заказал электрона, пойди и и и хотели бы так, чтобы делать? Юницкий это придумал еще в 2000-х годах. Сейчас я фотографию не могу показать, потому что не в этой презентации, но он там так вот сидит. Это, знаете, фотография, за которую, наверное, миллионы долларов сейчас промоутерам платят. Тут зеленая травка, тут путевая структура, а тут упрощенная модель маленького подвижного состава. Так вот, я вам кое-что нарисую. Вот вы видели то, что сейчас происходит в Skyway. Соответственно, у нас есть станция, у нас есть путевая структура, у нас есть опоры. И представьте, что у нас здесь такая волшебная стена. Умная стена. Сейчас у нас век умных технологий, потому что немудрено, умная стена. яйцеголовый наверное это придумывает. И Анатолий Эдуардович это придумал, и он далеко не яйцеголовый, он действительно Леонардо да Винчи нашего времени. Он придумал это еще в 2000-х годах. Просто рыночного применения не было. Я могу вас поздравить, что именно на уральских конференциях, на цикле уральских конференций, запомню это, на всю жизнь возродилась концепция юнибайки. Это Анатолий Эдуардович тоже десятки лет назад придумал, это можно было посмотреть по его эскизам, которые он делал. А юнибайк появился, потому что в Екатеринбурге сказали, у вас есть скоростное направление, у вас есть пассажирское направление, а туристическое где? Знаете, как мем Жириновского? Скоростное есть, пассажирское есть, туристическое когда сделают? Его сделали. Это был юнибайк, он был представлен на трансе, произвел фурор, был самый посещаемый стенд, вице-президент Симмонс и так далее. Должно произойти что-то. Вот представьте, вот эта земля и опять же такая аналогия, к примеру, вы сидите в комнате, окно, но окно это умная стена. Почему? Потому что я могу подойти к окну и что-то передать и с вами живем на первом этаже. Например, чашку кофе, чай, или взять у вас футболку пойти постирать, вернуть всегда постиранную. Так вот, была придумана и с помощью технологии блокчейн, как заказ это будет реализовываться. Сервисная линия, SkyFiber, умная нить. Это то, о чем также кутурологи сейчас не говорят, много говорили исследователи рынка, что если и когда появится специальная такая технология очень мощная, которая сможет доставлять любые продукты, одежду, кроссовки. Он, Оксимирон презентовал кроссовки, он мог дома сидеть, трансляцию провести, причем записать кроссовки, всем бы приехали просто. Просто рипок, крутые кроссовки, все молодежи они приехали по этой сервисной линии. И это то, в принципе, куда мы вступаем уже на такую очень серьезную площадку бизнеса, как Amazon, Alibaba. Alibaba это, к примеру, крупнейшее размещение IPO вообще в истории, в истории бирж. это тот рынок, который не был охвачен Skyway, но сейчас он будет охвачен и он будет охвачен помощью применения технологии блокчейн. Абсолютно безопасный, абсолютно надежный, абсолютно децентрализованный и действительно очень классный технологий, я ее люблю. Так вот, на социальной сервисной линии, и причем уже продумано, как она будет подвешиваться и так далее. Действительно гениально, это виртуозно. И на это гробятся просто миллиарды бюджетов долларов. Юницкий это уже придумал. Причем как бы про Брайан Этресси рассказывал Николай, не смог попасть, очень хотел, потому что мне сказали, Алексей, надо быть на технопарке. Ну, кстати, такой нюанс, мы в первый раз Сергей Натольшим с Экотехнопарком переспали. Хорошо звучит. То есть провели ночь на Экотехнопарке. Сказали, даже первый раз там кто-то оставался на ночь. Обсуждали очень важные вопросы, интересный факт, что уже на счетах европейцев находятся примерно 2,5 миллиона долларов. Сейчас их переместят в Швейцарию, в Швейцарии они пойдут уже на финансированную головную компанию. То есть скоро, я думаю, объявлено будет о новости и после нее как водится через 2,5 недели смена дисконт. То есть вот Сергей просил фишку и так далее. А фишку даже придумывать не надо, люди уже сами инвестируют. На той же неделе через несколько дней приехал серьезный предприниматель. На 10,5 уже на следующий там. Когда придут инвестиции, у нас все по факту. А на следующей неделе уже приехал предприниматель, он представлял группу инвесторов с Индонезии и примерно 7 человек. Они сказали ему, если все понравится, то по сотке будем инвестировать. 100 тысяч долларов. Ему не то, что все понравилось, он был в шоке. Но вернемся действительно к нашим технологическим чудесам. Вот будут перемещаться специально автоматизированные ящики. Я не Пикассо, я не художник, от слова наверное художник. И вот эти ящики будут перемещаться к волшебной стене, вы сможете заказать все, что угодно. Яблочко, тортик. Я перед бабушками выступал вчера, там такая сеть именно более преклонного возраста. Представьте, вот вы слушаете классные, молодые, энергичные, там бабушки слушали. И даже на трансляции мне сказали, что просто говорят круто, но ни хрена не понимают. То есть вот так просто за кадром говорили. Я даже переслушал очень интересно. И это фактически создает вот то, о чем Сергей говорил про чистую питьевую воду. У нас есть тот бизнес, который называется гигапроектом. Это проект байкальской воды. Это проект воды в озерах, перевозка именно из Подмосковья в Москву и обеспечение всей чистой питьевой воды Москвы. Это таймыр, тонежское озеро и многие другие чистые озера, но в первую очередь Байкал, потому что там линза действительно уникальная. Есть бизнес-клан, его просчитывал Сергей Анатолевич это я тогда еще под стол ходил из троллейбуса и рассчитали бизнес-план, который теоретически может вылезти в 30 примерно нет, не в 30, не буду брать 9 на 3, 27 триллионов долларов. Сегодняшняя экономика 76,5 триллионов долларов, но он был невозможен, пока не была применена технология вообще мы сейчас это понимаем. откуда вы знаете пришла вам водичка с Байкала или пришла с водокачки. Сейчас это будет четко достоверно и понятно зафиксировано в хэшер, который формирует информацию о транзакции. Более того можно откатать и посмотреть действительно липы с Байкала. Это весь сектор услуг. Поэтому сейчас мы можем назвать что это действительно в том числе также сервисное направление и единая сервисная сеть. фактически все бизнес направления которые сейчас можно объединить. Это то, что не футурология. Как обычно скоро появится визуализация так было с Юни Байком. Через 3-4 месяца появились документации а через 2 месяца после появления документации уже появился реальный Юни Байк. вот это еще более простое направление не будет удорожать проект но оно будет формировать максимальную капитализацию первого проекта любого проекта и соответственно был интересный случай когда в Танзанию летал Виктор ему сказали все классно но у нас задача между городами просто лэп протянуть вот мы можем как-то с помощью вашей технологии нюанс в том что внутри путевой структуры у нас действительно встроены силовые кабели оптоволокнотам и так далее то есть идеальная площадка вообще для блокчейн какая основная уязвимость то что интернет обрубится и все встанет вот здесь фактически это абсолютно невозможно и то что действительно написано на этих слайдах это составляющие новой цифровой экономики на нашей блокчейн платформе мы будем синхронизировать и объединять как социальные слои так и условия так и различные профессии стимулировать их каждый будет заинтересовывать будут очень быстро согласование происходить между проектами подразумеваться внутри адресом проекта все будут об этом знать что кому-то надо дать иначе этот проект не реализуется вообще это крышка то есть невозможно будет это утаить все будет прозрачно поэтому если будет еще тогда IPO то компании просто махом будут выходить на IPO но мы подходим именно перед того что именно распределение токенов будут заменять в перспективе возможно потенциально теоретически я не нострадамус всегда говорю такие слова то что мы сейчас называем IPO и вот крупнейшие я могу сказать что мы рассчитываем при определенных условиях которые сейчас сложились до капитализации примерно 100 миллионов долларов это высшая капитализация именно при том что мы согласуем что мы швейцарами и 16 уже будем на технопарке с швейцарами швейцарским фондом общаться 18 примерно ту же презентацию буду делать для словаков на самом деле уникально то что в Екатеринбурге и это очень замечательно потому что русский народ он действительно чувствует буквально на волнах чувствует и понимает идею а иностранцы им нужно уже конкретика просто долбить и там будет с двойным соответственно то что вы видели на капитализации тех криптовалют которые уже были посмотрите на йоту вал например я наблюдал несколько месяцев назад он буквально не несколько месяцев полтора месяца назад за недельку он увеличился в 5 раз то есть сейчас такие фразы что кто-то гордится тем что за 3 года он увеличил капитализацию акций своих apple на 300 процентов криптовалют и крипто энтузиасты просто сейчас берутся за живот и катаются сосны то есть сейчас совершенно другое время и мы не можем упустить это время поэтому мы должны объединиться и мы протягиваем руку сотрудничества руку того что услышьте о нашей технологии услышьте о том что мы делаем крипто сообществу которое имеет потенциал меньше чем мировая экономика но это уже практически более 200 миллиардов долларов и поэтому мы четко уверены что именно Transnet Space и именно на основе технологии Skyway криптоэкономика может совершить прорыв и скачок действительно в мировом развитии и в перспективе ближайших лет хотя бы чуть-чуть догнать мировую экономику то что касается 76,5 триллионов долларов благодарю за внимание We must unite мы должны верить скачок и и скачок и как сказал встреча 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 в Хилтоне с потенциальными крупными инвесторами если есть какие то вопросы то задавайте потому что я сразу это совершенно параллельное направление это венчуры венчуры которые ни единого центра не берется из того что привлекается на экотехнопарк это стартап энтузиастов которые верят технологию Skyway доказали своей преданностью эффективностью что технологии Skyway они абсолютно не то что лояльно они жить без нее не могут и соответственно пытается применить новое направление Анатолий Эдуардович это одобрил поэтому вот я могу говорить о Skyway и раньше это не было окончательно одобрено и вот как бы таким образом да да то есть это синхронизация сейчас говорят о том что кто-то желает обменять обязательства на токены но это совершенно разные направления и в будущем да будет такой механизм когда-то я не знаю точных сроков но первое это запустить полную цифровую экономику цикл это не скоро еще обменять токены да обменять на токены честно скажу да скорее всего не скоро но вчера родилась одна идея мы ее обсудим с разработчиками и я сообщу решение если вдруг появится решение то об этом узнает первую очередь инвестор Skyway но пока это 50-е где-то задача да вообще технология графен это основы австрийской школы экономики то есть фактически это токенизация и оцифровывание реальных инфраструктурных проектов любых масштабов с привлечением инвестирования и с полной заинтересованностью участников рынка и еще как дополнение плюшка такая внутренняя биржа децентрализованная Алексей у меня вопрос есть в июле там конференция в Минске Сергей Анатолий говорил как ответственно тебе да декорфист да декорфист 1-2 2-го июля со сцены и Сергей Анатолич Анатолий Гладович говорили о том что осенью будет реализован механизм продажи наших акций через какие-то фонды вот хотелось уточнить в какой-то стадии выходит ли какие-то новости по этой теме да это находится в замечательной стадии на самом деле то есть фонды которые хотят покупать обязательства они действительно наготове наготове но они ожидают вопросов по сертификации и так далее то есть как обычно здесь сразу все ринутся выкупать но это как говорится все боятся быть первыми но это абсолютно как бы на готове это информация от головной компании что сторонние фонды хотят выкупать обязательства то есть мы ждем морозов я не понял я не знаю все возможно но имеется ввиду от этого что же зависит сертификация сертификация да должна закончиться именно на морозном создание волоса скажем так да должны настаивать минусовые температуры чтобы окончательно подвести цикл то есть она уже к концу подходит реально да да сертификаты разные сейчас уже идут и экологически кстати два сайта мелкими буковками это будут те сайты где будет сформирована платформа то есть пока что они уже выкуплены в фонд транснет спейс создаем транснет спейс блокчейн человек будет регистрировать свою учену который в будущем будет кошельком у нас в дорожной карте подписано даже специальное устройство ну типа кофейных часов это будет браслет который будет включать в себя крипто кошелек ну и как бы все возможности именно взаимодействия с сетью и транснет это именно наша технологическая группа на которой будет вывешена вся информация касаемо разработки ну и как бы я думаю в середине ноября в ближайшее время мы выкатим сайт мы очень сильно над ним думаем над логикой чтобы все было очень просто для всех Алексей вопрос интернета не совсем по теме но в рамках того что говорит сейчас я прямо прочитаю Антон можете задать вопрос спикеру по поводу Тезоса что он думает если у него будущее с учетом то, что у Михи что у него происходит спасибо я скажу честно за Тезосом мы наблюдаем я даже чуток инвестировал потому что проект действительно очень очень серьезный и очень масштабный здесь много инвесторов на него на мой взгляд начали определенные я бы не назвал атаки это закулисные игры начались и дай бог терпение как говорит Григорий Михайлович забывай себе это пословие но Николай знает терпеть мое терпение да 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 вот типа этого абсолютно верно дай бог терпение разработчикам потому что они действительно делают очень классную штуку возможно они понадобятся нам в будущем мы будем когда у нас штат допустим 50 разработчиков кстати сейчас это один технический лидер с 20-летним опытом в IT с 5-летним опытом в блокчейн и два разработчика то есть говорю открыто и в будущем когда у нас будет ну там 20-30 разработчиков мы обязательно будем делать уже абсолютно с нуля свой блокчейн а возможно нам это не понадобится мы законтачимся с Данилом Лаример и все будет хорошо покажет время это степп по степп по шагам но самое главное что мы решили окончательно что эту систему мы будем запускать даже если вдруг ну я сомневаюсь что такое может произойти никому она не будет интересной и не центой кто не проинвестирует на первичное размещение потому что уже арабы спрашивали подготовьте нам как бы презентацию и может как бы проект в арабских комбинатах запустим то есть вот таким образом еще последнее время участились покупки инотранс вот этого пакета вопрос вот эта монетка что какие преференции дают анатолий обещал обещал преференции у меня у самого монетка инотранс я ее забрал в пакет потом еще в пакет еще в пакет знаете как блокчейне нашим нужно будет регистрироваться кстати вот такая шутка не шутка когда вы будете зарегистрировать печетку как я сделал я распечатал я сохранил я сохранил в облаке я распечатал в файлик завернул и положил там в коробку отток вот таким образом нужно данные блокчейн хранить чтобы не получилось таких ситуаций как кто-то потерял винт а там было тысячи биткоинов такие прецеденты истории были поэтому монетку инотранс храните инотранс знать бы еще что инотранс мы уже меня постоянно пытают у меня одного хитрая Толь Эдуардович говорил что будет будет монетка инотранс пустая это первые которые были да абсолютно верно первые инотранс памятная да кто сейчас нулевой километр извиняюсь инотранс пустая нулевой километр абсолютно господа давайте последний вопрос все у нас прямо подошло как раз давайте последний вопрос самый распространенный вопрос вот честно зачем вы это делаете честно очень часто задают у вас skyway уже есть я еще раз повторюсь как бы skyway будет существовать без блокчейна но вот как бы будет ли блокчейн достигать мировой экономии но skyway если сейчас летит по струнным рейсам то тогда уже нам вперед плюсом как говорится позвон да любимый наш театр вот здесь так Благодарю Алексею, от души Что пригласили Алексею, что пригласили Спасибо, дорогие друзья Очень, сразу, очень тяжело было найти время Алексея Что он сюда приехал Это не просто, потому что он действительно живет на крыле Это дорогой восторг, что он сегодня был здесь и поделился этими новостями От души еще раз, огромное спасибо Первая сокращенная презентация, надеюсь, уложился во время Во время, прям идеально Даже еще 30 секунд осталось На этом все, Алексей, успехов Господа, у нас 15 минут в перерыв И затем следующая лекция Если кто-то желает, добавится в социальные сети, потому что я забыл Про слов Окончание трендакции Все, как бы Сейчас была сокращенная версия презентации Могу сказать, что то, что заложено в 70 страницах Очень сложно было сротить до часу с лишним Потому что вчера я уложился в 3 Но надо сократить до 5 минут Вот это надо будет обязательно делать Чтобы каждый, каждый смог понести идею Если кто-то поверит в блокчейн направление для Skyway Спасибо Не если, а когда Нагрежит